В каждом городе мира даже в небольшом есть свои традиции, которые чтят и стараются их придерживаться. Но хочется с вами поделиться тем, что в Артёмовском городском округе происходит. Из наших репортажей вы можете узнать о новых событиях, а также о событиях, которые произошли однажды и уже много лет повторяются. Это Покровский привал, мотокросс в посёлке Буланаш, Дни открытых дверей в различных учреждениях, спортивная эстафета, посвящённая 9 мая и День двора. Именно об этом событии хочется поговорить сегодня, ведь это хорошая традиция, которая освещается в СМИ уже не первый год. В нашем доме хорошая традиция отмечать праздники двора. Нынче у нас очень знаменательное событие. Нашему дому по 9 мая 2016 исполнилось 25 лет. И ещё знаменательная дата – 10 лет нашему УТСЖ, товариществу собственников жилья. И сегодня вот в честь этих двух дат наш праздник. Жители города Артёмовский стараются сделать дворовые территории комфортными, уютными и красивыми, чтобы их дети могли с большим удовольствием поиграть здесь, покачаться на качелях и просто посидеть на колёсах и отдохнуть. Мы здесь живём, и вроде всё привычно. Деревья, двор, соседи и друзья. И каждый миг неповторим и необычен. И пропустить его никак нельзя. Смотри, идёт ремонт, а там играют дети. Тут молодая парочка гуляет с малышом. А здесь, на лавочке, обсудят всё соседки. Да, жизнь по улице 9 мая бьёт ключом. И дому нашему уже за 20. Он молодой, и мы ему подстать. Сегодня праздник. Будем веселиться. И дом наш общий будем прославлять. Напомним, что дом под номером 16 по улице 9 мая был построен 25 лет назад. И в этом году он отмечает юбилей. Надо сказать огромное спасибо товариществу собственников жилья, которое было создано и работает с огромной ответственностью уже 10 лет. Нужно отметить, что именно ваш дом был одним из первых в городе, который создал новую форму правления многоквартирным домом. А инициатором был ваш сосед, житель вашего же дома, заместитель главы пожилищно-коммунального хозяйства Гарифуллин Руслан Валерьевич. Кроме этого, на импровизированную сцену были приглашены и другие председатели правления, которые принимали эстафетную палочку и продолжали работу со всеми жителями многоквартирного дома. Тоже эти люди – это Галина Тупик, Татьяна Горяева, Ольга Ядрышникова. Под бурные овации соседей и гостей им были вручены благодарности от правления ТСЖ 9 мая 16 за отличное правление, а Ирина Устинова подарила стихотворение собственного сочинения. 25 лет назад вы заезжали в этот дом. Пустота была кругом. Вместо площадки для детворы выбивали лишь ковры. А сейчас кругом цветы небывалой красоты. А на детской на площадке и качели, и карусели, и беседка с петушком. В общем, лепота кругом. Расскажу вам по секрету. Врать не буду, смысла нету. Как красоту создавали и как всё это начинали. В 2007 году собрание провели, чтобы решить все вместе. В ТСЖ идти вперёд или стоять на месте. На 3% голосов ТСЖ превысило. И решение это всех соседей сблизило. В 10-й раз проходит конкурс на лучший двор в Артёмовском городском округе. И этот дом под номером 16 по улице 9 мая принимает в нём активное участие. И 9 раз становился его победителем. Кроме этого, вручены были призы и благодарности по отдельным номинациям. Активисты – это семьи Неждановых, Загвоздкиных, Мальцевых, Анохиных, Устиновых, Новиковых, Кошкиных, Баженовых, Сапко, Малыгиных, Малых и Щуповых. Этих бесценных соседей и жителей этого дома поприветствовал и поздравил почётный гость. Зам. главы администрации Артёмовского городского округа по социальным вопросам Сергей Темченков. Уважаемые жители замечательного дома. Действительно 25 лет. Дружная такая семья. Много праздников на территории проходит. Год назад были и депутаты Государственной думы, и депутаты законодательного собрания. Сегодня вот мы с таким молодым поколением пришли вас поздравить. Очень хорошие такие начинания, такие хорошие проекты у вас реализуются. И очень здорово, что вы побеждаете постоянно в наших конкурсах. По поручению главы Артёмовского городского округа была вручена почётная грамота всем жителям этого дома за очередное первое место в конкурсе «Лучший двор-2017». Кроме этого, была выражена благодарность и социальным партнёрам Центру досуга «Горняк» за поддержку и проведение различных мероприятий, в том числе и творческих. Песня «Лучший двор-2017» Проект «Лучший двор-2017» Думаешь, я простая. Думаешь, ты крутой. Да-да-да-да, а я возьму и стану. Ага-ага, супер, ты стой. Ты буду-буду, я по-ру-ра-ру. Буду-буду, я по-гитару. Такая смелая, напевая. По-ра-ру-ра-ру-ра. Буду-буду я. Как уже было отмечено, дому в этом году 25. Но есть и те, кто также отметит свой юбилей. Мы имеем в виду жителей. Это Вячеслав Шевяков. Ему исполнится в 2017. 70 лет отметят Агния Федорова и Николай Матюк. 65-летний юбилей ждет Екатерину Сметанину, Татьяну Питыгину, семью Загвозкиных и Людмилу Шевякову. 60 лет празднуют Вера Мальцева и семья Провченко. В общем, всех юбиляров наградили подарками и громкими овациями. Агния Федорова и Николай Матюк. Мир, в котором я живу, называется мечтой. Хочешь, я тебя с собой возьму, а хочешь, поделюсь с тобой. Я подарю тебе любовь. Я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и бой. Ты будешь в облаках купаться. Были также отмечены и получили фоторамки те семьи, которые празднуют в этом году свадебный юбилей. Главными виновниками стала семья Матюшкиных. Пара прожила в браке 50 лет. Это золотой юбилей. С Рубиновой свадьбой поздравили семьи Сметаниных и Мальцевых. Жемчужный юбилей отметит семья Неждановых. Им пожелали счастья и громко крикнули горько. Кроме этого, вручили вкусные подарки многодетным семьям, которые имеют троих или более детей. Что в наше время считается роскошью. Плюс к этому творческий номер от группы «Уральский сувенир». «Уральский сувенир» Любите свой дом, своих соседей, участвуйте в развитии придомовой территории, облагораживайте подъезды, садите цветы вокруг и участвуйте в различных конкурсах все вместе. И может быть в следующем году именно ваш дом и двор начнет новую традицию, которую продолжат ваши дети и внуки.